всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог как у нас дела на самом деле уже намного намного лучше единственное что вот у меня еще осталось такая ну как бы заложенность вот здесь немножко горло немножко к вечеру меня более сильно заметен такой осипший голос вот ну в принципе на этом все наверное а но еще немножко подкашливаю соответственно насморк есть и слабость слабость заключается в том что ты вроде такая бодраком бодраком начинаю что-то делать и прям всем потов сходят такое ощущение что не знаю вагоны разгружая в общем в общем как-то вот так вот насчет вызова врача надо никто приходить не будет сказали что если хуже стало то становится хуже то нужно вызывать скорую то есть хуже в каком плане если температура 38 и выше держится в течение нескольких дней если температура не соответственно не сбивается никакими жаропонижающими и если стало там трудно дышать там ситуация понижена и так далее так далее вот в общем если состояние ухудшается то нужно вызывать скорую а так самим в поликлинику вот нужно будет записаться на потом повторный тест и если он будет отрицательный то все хорошо мы выходим насчет детей то же самое есть ну то есть я могу пойти издать тест вот когда буду сама повторно издавать тогда издать тест записать детей тоже чтобы они сдали тест если мне это нужно то есть если это спрашивает школа допустим или что-то в этом духе ну в общем я учительница потом узнаю необходимо ли сдать тест или нет но наверное я детям тоже сдам тест на всякий случай вот я так думаю хотя дети у меня вообще то есть но немножко вот у меня младший подкашливает и на этом все но в любом случае я когда буду когда закончится у нас наш карантин я буду выписывать детей брать им справки в школу в садик и ну покажу их пусть врач у нас врач педиатр хороший она обязательно послушает горлышко посмотрит там животик потрогает там все вот она обязательно делает температура не у меня муж не у мужа не у детей больше нет то есть на слабость у мужа причем слабость как-то выражена в большей степени чем у меня он вообще у меня такой там передвигается на кровать там на диван что-то чуть-чуть поделает и опять ложится потому что такая слабость как мы лечимся муж у меня пил антивирусные потому что была температура я вообще не пила антивирусные честно признаюсь то что у меня температуры нет сейчас я просто но вот горло как бы нос промываю вот ну и на этом все обильное питье чай всякие разные с имбирем с лимонами там в общем всякие всякие компотики варю ягодные вот и морсы все часть малиновым вареньем еще пьем с мужем выпили практически все малиновое варенье которое варила у нее не так много и на этом все вот никакие там врач поликлиники не приходил к нам никакие там лекарства ничего нам не давали потому что ну типа мы в легкой форме вот как-то вот так но я вам могу сказать что сейчас ситуации в поликлиниках в санкт-петербурге ну и не только санкт-петербурге вот я была когда я когда зашла в поликлинику я подумала что я реально в метро попала потому что народу было столько что просто вот все было забито и говорят что и во всех поликлиниках санкт-петербурга сейчас такая история потому что все болеют в легкой форме если раньше была нагрузка на скорую то сейчас видать нагрузка у нас на поликлинику все болеют легкой форме у всех на работе заставляют делать тесты если ты с признаками урви кстати о лёв в школе то же самое они уже ушли диться здесь из дистанционного обучения но учительница написала что с признаками урви будут отправлять домой и нужно будет обязательно делать тест вот так дети так что вот такая вот ситуация в общем мы сидим дома в общем всю эту неделю мы будем сидеть дома и потом зададим тест я надеюсь потому что у меня кстати у многих знакомых по повторный тест давал тоже положительный результат вот поэтому я боюсь как бы не на 20 дней потому что он не хочется школу столько пропускать вот ну будем учиться дома с ним вдвоем благо это только четвертый класс они какой-нибудь там 11 да вот так что как то вот так ну а сегодня я вам хочу показать во первых я за совершенно забыла я перед отъездом получила заказ вальдер из поставила его у себя в гардеробную думаю что я буду сейчас скрывать мы сейчас точнее на пункте выдачи посмотрела добыча сейчас буду его доставать я сейчас думаю ну пойду съездим приеду приехали заболели я вообще напрочь забыла чьи заваривала даже забыла что у меня этот заказ в общем давайте вам сейчас покажу коробочку еще озон ко мне приезжал озон можно попросить доставку до двери там есть даже такая кнопочка когда вы заказываете что оставить у дверей а можно курьера попросить вот я попросила курьера он меня оставил около ворот но правда он находился в машине я как раз вышла забрала коробочку его палахала и ушла вот и не меня там щука какие заказы с озон там не придут сейчас могу заказывать только на зон и кстати хотела спросить кто может быть из вас знает вальдеры сколько там хранятся заказы потому что ну там что-то по акции те же там какие-то стиральные порошки я сейчас так как дома могу но постоянно дома да я там на этих сайтах сижу и думаю может быть что-то могу заказать только сколько срок хранения вот я там никак не нашла в пунктах выдачи сколько лежат заказы есть кто знает напишите чудо информацию я не нашла не знаю потому что но тоже бы там кое-что заказала тем более скидочки и тому подобное я это все люблю ну а давайте покажу вам заказы получается вальберес и озон так ну что вот все мои заказы давайте со старенького вальберес еще я заходила тогда в магазинчик там мне на почту надо было и купила вот такие мальчишкам конфеты и замыкал их вот такие вот эти кстати очень вкусные не первый раз я покупаю не нравится очень моим мальчишкам вот эти вот очень нравится я кожа как-то вам показывала и вот такие вот и вот такие вот я еще вишневые это я себе покупала помнится мне девочки смотрите это вообще это нечто да кто-то там денежки в куртках находят наташа свои заказы старый вот и че я вообще заказал вообще-то подарочный набор но я заказала ради чайника я хотела чайник выбирала потом думаю почему мне не взять набор он на тот момент вот когда я заказывал но я вам ссылку оставлю да как обещала буду оставлять ссылочки значит на тот момент он стоил намного дешевле чем сейчас я уже честно сказать не помню вот в общем здесь наборе входят вот такой чай милый фрукт вот эти хорошо на подарок тоже вот такой мохито я подумала что он у меня мальчишки любят мохито вот это вот и я подумала что для них будет как раз самое то вот и вот такой вот манго маракуйя вот я там все доставала но посмотреть что все мне пришло не бита я заказала здесь вот такой давайте начнем здесь весь комплекте идут вот такие чашечки сейчас я распакую вытащу вам все покажу в общем я хотела себе чайник я же тут полюбил облепиховый чай и в общем хотела себе чайничек вот такой чтобы заварить себе облепиховый чай или какой-нибудь такой чай но в общем у меня облепиховый чай пью только я и всякие вот такие там с добавками какими-то тоже пью только я соответственно я хотела себе маленький чай чайничек я хотела вначале френч пресс а потом увидела вот такие вот чайнички мне они очень понравились и увидела вот этот набор набор вот этот на тот момент стоил чуть-чуть подороже чем а и просто чайник если покупать ну других марок наверное да в общем вот такой вот у меня теперь классный чайничка мне очень понравилось что здесь есть вот эта вот штучка ну все наверно видели вот эти чайники и еще здесь вот силиконовая и вот такая вот металлическая штучка говорят что из-за этого крышка не портится то есть крышка вот это вот она же типа бамбуковая там или какая она типа не плесневеет в общем более очень хорошие отзывы и еще в комплекте идут две кружечки вот такие на кружечке мне в любом случае пригодятся у меня посуда бьется очень хорошо ну и чай да и еще нашла своих конфеты которые покупала девочки очень круто да вот так что принципе ради чайника получается я чуть-чуть доплатила и мне получился набор потому что эти чайники я не помню стоимость честно говоря но ссылку вам оставлю сейчас он подороже стоит чем я покупала короче понятно да в общем буду заваривать себе чаечек и пить как раз мне сейчас очень актуально но вот когда болели я вообще забыла про это но знаете поехала туда-сюда общем бывает так озон я продолжаю покупать скупать всякие средства для стирки очень много отзывов этого типа немецкий какой-то жидкость для стирки единственное что на озон по крайней мере я не нашла кондиционера то есть есть только жидкости для стирки но там очень много хороших отзывов кроме одного это упаковка смотрите какой упаковке мне все это дело пришло упаковка действительно очень очень хлипкая но у меня от синергетика остались канистры я перелью туда в одну из канистр и будет у меня вообще супер вот в общем попробую расскажу вам как что вот заказала на озон вот так что я думаю что будет отлично и еще один заказ здесь заказала я подвину здесь заказала я кондиционер вот этой парке джан да да как-то так она называется очень много положительных тоже отзывов и у меня были я как-то заказывала средства для мытья посуды и по моему порошок у меня был я помню что средства для мытья посуды мне очень понравилось причем у меня была бутылка и к ней я да заказывала вот такой же refill в такой упаковочке так что средства для мытья посуды вот от этой марки я точно рекомендую но я сейчас фаберликом пользуюсь поэтому в общем заказала вот такой тоже перелью его чтобы было удобно пользоваться в канистру от синергетика так что кто заказывает энергетик канистры не выбрасывать девочки потом расскажу вот так же я здесь заказала давайте к стирке да от синергетик пятного водителя кто-то мне писал что кому-то понравилось кому-то не понравилось мне обязательно нужно чтобы вот так вот распылялась на какое-то пятно и бросил стирку попробую вот но мне писали кому-то понравилось кому-то не понравилось я решила попробовать сама и уже составить так сказать свое личное мнение об этом да также вот такой вот еще чтобы в общем вот этим попшикать на пятно а вот это добавить при стирке вы поняли дам пятного водителя вот такой вот и заказала вот вообще я обычно вот эту штуку покупают у меня смотрят в основном девочки да я покупаю в аптеке на озоне дешевле чем аптеке у нас в аптеке сейчас он стоит 1300 а я купила за тысяча почти 1100 небольшая разница но все же вот это лучшее средство мне как-то писала одна девушка что вообще помогло в борьбе с молочницей мне рекомендовал когда-то гинеколог вот это средство и вы забудете что такое ежедневные салфетки я думаю вы поняли о чем я говорю вот с этим средством вот ну если все в порядке со здоровьем то есть здоровье тоже конечно нужно обязательно проверять но вот это вот я пользуюсь уже я не знаю дорогой четвертый мне хватает вот этой баночки наверное больше чем на полгода при ежедневном использовании вот так что вот это я от всей души всем девочкам вот это средство я советую стоит дорого до 1000 получается на озон но считайте 1100 но она стоит каждый своей копеечки поверьте мне вы забудете что такое даже снимает раздражение после эпиляции депиляции до после всего после бритья давайте прямо скажу да снимает раздражение реально очень крутая штука вот так что всем советую в общем вот такой вот у меня получился заказ на озон сейчас заказываю на озон там еще кое-что заказала должно прийти ко мне вот озон оставляет около дверей это очень удобно ну а в альберис доставку они не осуществляют поэтому сейчас не знаю там у меня есть в избранном кое-что добавлено но я не знаю напишите кто знает сколько срок хранения вот в этих пунктов выдачи потому что если неделю то мне вообще нет смысла там заказывать сейчас я же пойду сдавать тест но неизвестно какой он будет положительный или отрицательный поэтому я могу просидеть помимо того что то есть вообще 20 дней получается да могу просить дома и если срок хранения маленький так я обычно вот мне приходило уведомление что заказ пришел я приходила забирала вот поэтому ну как бы так как я все-таки ответственный человек я не знаю так что соответственно ходить получается на вальберис я не буду вот сколько хранится в общем напишите кто из вас знает выгнала своих мальчишек погулять да они тут смотрите что сосульки нашли смотрите какие сосулище я бы сказала у тебя ледяные дрова покажись повернись дамбона старенькую кость свою грызет леофана тоже вы выгнала погулять можно так сказать да левушка тоже ему нравится гулять но под присмотром мальчишек чего эти там старую кость нашли грызут одесса что снега он у нас кока единственное что на улице не ходим с собаками потому что болели плохо себя чувствовали боно расстраиваться джусь это все равно боно расстраивается ничего вообще наверное нельзя ходить как пойдешь на улицу ну в смысле за заворота болею же все таки но ничего страшного она и здесь он снежочки валяется там куда-то учитали ведь сколько у нас снега вообще еще надо чистить чистить муж вчера чистил немножко он тоже все плохо чувствует поэтому поэтому да эти только вытоптали тут все да левушка левушка ты куда пошел левушка это его не пускает все время эти правильно не пускаю никуда следи за ним джусь и так вот они иногда пусть домой идет видите какая умная загоняет домой сейчас тут немножко крылечко хочу почистить вот эти ступеньки значит потом налить вот такая образуется и скользко очень мальчишки валяются снегу сейчас наваляются будут обедом кормить их с утра выгоняю а потом уроки будем делать так что вот так вот у нас такая зимняя видите сколько снега ошкачили ушли под снег а значит немножко почище пойду разогревать обед тут пытались мы кстати снеговик вот тут сделать не вышло да левушка а левушки тут эти птички чирикают на левушка птички чирикают ему прям вообще видите есть еще один охотник да боночка думаешь лодка что это он тут сидит сиськи там чирикают он охотиться будет что такие у нас дела по утрам всех выгоняя на улицу до всех на улицу выгоняя красота зима на самом деле надоел снег уже надо его как-то весну уже хочу добойся на ел снег чуть почистила чудо прям как будто вагон разгрузила даже тяжело после болезни волночка тут моя со мной и снег опять идет хотя погода хорошая минус 3 хорошее ветер поднялся снег идет добой сенечку мою водку его девочку обедать пойдем ничего хотите погоняю они гуляют выгоняют на самом деле гулять свежим воздухом дышит но я с ними тут немножко поработала физическая активность тоже важно говорят чтобы жидкости всякие в легких не застаивались надо активничать вот я поактивничала там даже немножко смело в общем тусуем сети там он уже пойду домой вот так что вот такая вот у нас история девочки вот единственно что я не знаю у меня очень страдает собака от того что она не гуляет лабрадориха моя боночка вот я вот думаю если я буду ходить мальчишки у меня не я не отпущу одних мальчишек вот просто пройтись ну во первых они могут сами болеть да вдруг они там переносчики и так далее да дети же тоже сейчас болеет это первое во вторых там бывает гуляют с другими собаками бону у меня но старший может удержит я-то ее иногда не удерживаю знаете она у меня старушка старушка тут притворяется такая вся когда надо и рванет так что мало не покажется я за ней как консервная банка буду вот если я все-таки буду выходить с ней она очень любит для нее это знаете некий такой ритуал она каждый день должна ходить она просит у меня выйти она каждый день если вот сейчас мальчишка мне одевались на прогулку она у меня такая знаете там типора начинает радоваться что пошли пошли гулять а я не выхожу если я с ней схожу это будет преступление или нет как вы считаете напишите тоже потому что но собака страдает я не буду ни с кем общаться я могу даже в маске пойти ничего кроме своей калитки и своей собаки я трогать не буду наверное все таки как-нибудь потому что я уже себя более-менее хорошо чувствую да и гулять то нужно да ну как бы в общем наверное как-нибудь прогуляюсь во первых это и моей собаке нужно мне ветеринар говорил это им ну такая легкая кардио нагрузка и в общем не знаю с другой стороны я же на самоизоляции должна быть а как те у кто в городе живет у кого собаки как они на самоизоляции там зайти болеешь не болеешь и собакой надо ходить в общем пойду наверное потом прогуляюсь сегодня не пойду еще то что сама ну еще так знаете не очень хорошо так маленький кружочек хотя бы с ней обязательно надо в общем наверно завтречка хорошо совсем буду себя чувствовать обязательно с ней похожу в общем как-то так вот ну или хотя бы знаете можно сесть машину доехать до финского залива там все у нас сейчас народу никого нет и дать и там побегать походить ну как побегать боната не бегает у меня прогуливается у него променант вы все такое в общем да так что вот такая вот у нас история ссылочки оставлю вам в инфобоксе внизу вот ну и на сегодня наверное уже буду с вами прощаться ничего особо сейчас я не делаю по дому по крайней мере так знаете чуть-чуть что-то по делу по делу там поготовила легла полежала 5 по делу по делу поготовила легла прижал а кстати я сейчас еще смотрю сериал и просто так это продолжение сериала в большом городе я не могу даже не произносить это слово не писать в в описании да в общем вы поняли в общем смотрю сейчас этот сериал и на самом деле я искренне не понимаю почему столько негатива к тому что героини постарели ну как бы им 55 я конечно понимаю что ну давайте так они активны они я не могу их назвать прям старушками да по крайней мере в этом сериале я имею ввиду именно сами героинь да они очень активно живут полноценной жизнью я не знаю интересной даже жизнью да какие-то у них там свои события и так далее ну да ну кожа уже не то возраст уже не тот там ну не знаю я с огромным удовольствием смотрю мне очень нравится это мой любимейший сериал и то что сняли продолжение я на самом деле очень рада я смотрю на них просто с улыбкой хотя всю вторую серию я рядала кто смотрел тот знает почему вот но я прям с огромным удовольствием что не дождусь когда они сейчас выходят там эти серии я прям прям вообще с огромным удовольствием я уверена что буду еще и пересматривать много раз сериал и просто так вот так что как то так вот но больше таких сериалов я никаких не смотрю я даже не хочу начинать смотреть потому что я знаю что я буду залипать я не хочу залипать вот я лучше посчитаю книгу послушала где у книгу так что для меня как то так лучше вот не знаю в общем в общем ладно девочки на сегодня хватит болтать на сегодня уже буду с вами прощаться вот надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным будет приходить остальные заказы озон я обязательно буду вам показывать всех люблю целую до новых встреч